Свидетельство Божьей славы Всем привет! Мы хотим рассказать свидетельство Божьей славы в нашей жизни, поблагодарить Господа, рассказать вам историю нашей встречи, нашего знакомства и нашей жизни. Меня зовут Марина, это Паша. Я живу в Новом Уренгое, Паша из Минска. Познакомились мы всего месяц назад на уединении, которое организовал пастор Андрей Яковишин со своей командой. Я слушала его проповеди в интернете, и они очень меня наседали, и было много ответов на мои жизненные вопросы, потому что я живу далеко и общения с верующими практически отсутствует. Через интернет у нас есть такая возможность слушать. И Господь усмотрел, что у меня появилось желание написать ему. Мы немножко пообщались через соцсети, и он пригласил меня на это уединение. Но вы представляете, дорога из Нового Уренгоя, крайний север России, до Минска, она стоит недешево. У меня не было таких денег. Я попросила у Господа в молитве, что хочу быть там, на этом уединении. Когда я так помолилась, я сказала, Господь, я не хочу искать эти деньги, не хочу занимать эти деньги. Я просто доверяюсь Твоей воле и верю, что Ты, Господь, дашь мне эти деньги. И произошло чудо. Буквально через 10 минут я, конечно, по вере разместила в своей домашней группе. В Вайбере написала, что собираюсь ехать, чтобы кто, у кого есть желание и возможности, помогли мне финансово. И через 10 минут мне пришла полная сумма на билет туда и обратно. Это было первое чудо, связанное с этим уже легендарным уединением. Когда я приехала на уединение с Джоном Краудером... Меня зовут Джон. И я очень рада, что вы здесь с вами. Благодарю вас. На второй день мы проводили там прекрасное время, и мы поклонялись, прославляли Господа, и вдруг врывается ОМОН. Это было очень неожиданно для нас, потому что мы ничего такого страшного и запретного не делали. Просто христиане собрались вместе, проводили время. Мы кушали, общались, знакомились. И там же мы познакомились с Пашей. Он расскажет потом более подробно. И в этот момент, когда влетает ОМОН, я тихонько начала молиться на языках, потому что волнительный момент, и ты думаешь, к чему бы это. И вдруг, слышу внутренний голос, Господь мне говорит, «Ты ещё увидишь, какой великой славой это обернётся». И я успокоилась. И я поняла, что над всем Бог, что Он руководит даже ОМОНом, и всё нам содействует ко благу, потому что мы верующие, призваны по Его изволению. И нас начали по одному выводить. И я поняла, что я практически последняя выйду из этого зала. И телефонами пользоваться нельзя. Мою подружку забрали одну из первых на проверку документов. Я посмотрела по сторонам и видела рядом Пашу. Я подсела к нему, мы стали общаться. И четыре часа мы разговаривали, знакомились и столковали сны. И вдруг я поняла на какую-то долю секунды, что это что-то знакомое, что-то близкое мне. Человек какой-то, как будто я его знаю. Я удивилась, потому что предыстория, то, что я уже 10 лет не замужем, у меня был неудачный брак с моим первым мужем, и я осталась одна с двумя детьми. Вы понимаете, что перспектива прожить ещё 10 лет одной у меня вообще не вызывала никакого удовольствия. И я поняла, что надо искать себе мужа. И после нескольких неудачных попыток, когда ты сам себе ищешь, когда ты выбираешь сам, приходит разочарование. И где-то года два назад я приняла решение, что я не буду искать, а буду просто ждать. Я молилась о таком мужчине, который бы меня сам узнал, несмотря на все мои недостатки или какие-то вещи, которые мешают нам, чтобы он нас соединил Бог. Это было одно из моих условий, договоров с Господом. Я перестала абсолютно искать и стала жить для Него. Я посвятила свою жизнь Ему. И это не скажу, что это очень лёгкий процесс. В этом процессе был и долгий момент исцеления, когда боли и раны, нанесённые в прошлой жизни, они не хотели исцеляться. То есть ты служишь людям, ты говоришь им о великой милости Божьей, а в своей жизни ещё ничего этого не видишь в отношении семьи, супруга. Ты живёшь верой, когда вокруг тебя люди говорят, что ты сидишь на месте, подключайся, встречайся, будь активным. В этот момент я продолжала настаивать на том, что Бог всемогущий, Он знает мою нужду, Он лучше меня знает. Я поделюсь тоже немножко своей историей, своей жизнью. Она очень похожа на жизнь Марины, у меня тоже был брак, тоже двое детей, тоже я очень много лет сражался за жену. У меня тоже было в жизни много попыток устроить свою личную жизнь. Так же, как и Марина, я не хотел, чтобы выбор был, чисто это было моё решение. В моей жизни много было попыток в течение тоже, наверное, около 10 лет, как у Марины, устроить свою жизнь, но всякий раз это разрушалось. Один из самых важных моментов, который я говорил Богу о том, вот какой должна быть моя жена, я просил о том, чтобы вместе с ней мы сделали больше для Царства Божьего, чем я один. Я просил о том, чтобы Он мне дал жену, которая меня ещё больше будет двигать вперёд, такая, которая меня не затормозит в служении Богу. Потому что я видел множество семей, которые ещё, наверное, от начала своей христианской жизни, которые очень посвящённо служили Богу, но после женитьбы как-то пропадали с радаров, и не было такого, ну, уже посвящения, не было такого служения, которое я видел до этого. И я не хотел, чтобы брак, он меня остановил. Я не хотел, чтобы просто... Не хотел просто семьи, там, уюта какого-то дома. Вот. Я мечтал о том, что мы вместе будем очень посвящённо служить Богу. Примерно где-то года два назад я молился, и во время молитвы Бог меня просто, в дух сутой побудил пророчествовать свою жизнь. Я начал пророчествовать в жизнь моих детей. И я начал говорить пророчества о своей будущей жене. Это было два года назад. В этом пророчестве Бог мне показал, какая у меня будет жена. И я, когда говорил об этом, я просто плакал и благодарил Бога за такую жену, которую Он мне даст. Он сказал о том, что она будет во всём подобно тебе. Вы будете, у вас будут одинаковые мысли, одинаковые цели, одинаковые взгляды на всё. То есть, вы во всём будете подобны друг другу. Он сказал, что она будет любить Бога больше, чем себя, больше, чем этот мир и больше, чем меня. Он сказал, «Ты узнаешь её». Самое интересное, что на это уединение Паша тоже попал под водительством Духа Святого. Он был в Киеве на конференции, да? Да. Вообще интересно, мы потом уже вместе, как с Мариной, размышляли, как Бог соединил, когда, знаете, вот один человек от другого находится за 4,5 тысячи километров. Как соединить их вместе? Когда они просто не знают друг друга, и у них нет даже общих знакомых. Это удивительное чудо вообще, то, что сделал Бог. Марина рассказывала, как это произошло в её жизни. Я расскажу, как это произошло в моей жизни. Буквально за 2 недели, наверное, до этой встречи я был в Киеве на конференции, и ко мне подошли мои друзья из Киева. Они пригласили меня к ним на служение. И я попал к ним на служение. Они ещё пригласили пастыря одного из России. Он был спикером, проповедовал, и мы общались с ним после служения. Он узнал, что я с Белоруссией. Мы помолились вместе, он помолился за меня и сказал мне, что мне нужно познакомиться с Андреем Яковишиным. Мы встретились, пообщались. он рассказал мне о предстоящем уединении. Рассказал, что Джон Краудер приедет на это уединение. И я сказал, я обязательно хочу быть на этом уединении, на этой встрече. На второй день, во время служения, резко ворвался ОМОН, ОМОНовцы. Мы этого не ожидали. вот у нас было общение, мы радовались, поздравляли с днем рождения, потому что встреча наша была еще приурочена, это общение к дню рождения Андрея. ОМОНовцы просто ворвались в зал, запретили пользоваться телефонами, они были в масках, мы должны были сидеть, не двигаться, по одному человеку они вызывали, допрашивали. Это все длилось около 4 часов. И казалось, когда нам испортили весь праздник, Бог так устроил, что мы смогли идти 4 часа общаться с Мариной. И когда мы общались с ней, я начал узнавать ее. Даже буквально может за месяц или полтора до этой встречи мне снится такой сон. я во сне как будто просыпаюсь и вижу у меня на тумбочке возле кровати лежит письмо и послание. Я понимаю, что это для меня послание. Я его читаю, я дословно не помню весь текст письма, но смысл такой. Маринка, она очень хорошая характеристика, какие-то такие очень положительные вещи сказаны. И имя Маринка в самом начале. и я такой думаю, кто же мне написал это, кто же мне это написал. И я смотрю и снизу подпись цветным таким красным карандашом Ешо. И у меня такая радость во сне, мне Иисус письмо написал. Какой-то Маринке. для меня это было уже вторым подтверждением, что мою жену буду звать Марина, потому что где-то наверное может быть около двух лет назад мы с друзьями молились и тоже у одной сестры было пророчество из Гродно о том, что мою жену будут звать Марина. И она даже описала ее. И какие-то были признаки, которые тоже я увидел в Марине. То есть это тоже было пророчество от Бога. Казалось бы вот такая неприятность которая произошла и многие были расстроены кто-то вообще сидел в камере но в это время так как они арестовали сразу Андрея, Олю и администратора но для нас с Мариной это оказалось благословением. Мы еще на следующий день все ходили общались поехали по городу и я чувствовала что он что-то тоже понял но нам пришло время расставаться я уехала в Уренгой и вдруг мне Паша написал и буквально на второй день нашего общения он написал мне о том что ему Бог открыл что я его жена я внутренне это уже сама знала и сейчас прошел всего лишь месяц но мы поняли одно и понимаем до сих пор мы открываем эту благодать как мы реально идеально подходим друг к другу в общении во взглядах все что Господь вложил в него и в меня мы как пазлы сложились и произошло вот это соединение самое идеальное как Паша говорит я понял что Господь сотворил весьма хорошо что то что от него весьма хорошо и да мы 10 лет проходили этот трудный путь одиночество отверженности ожидания терпения проявляли этот плод терпения но только наверное для того чтобы вам сейчас сказать что то что мы проходили 10 лет вы можете пройти гораздо быстрее вы можете вдохновиться глядя на нас мы делаем это для того это свидетельство для того чтобы вдохновить тех кто может быть уже отчаялся если ты отчаялся это уже хороший признак того что ты смирился и Господь начнет действовать на нашем примере Бог вам показывает что вы можете как я слушала у Андрея Яковишина есть прекрасное учение женская конференция я ее прослушала и там такие уникальные слова о том что незамужняя она стремится угодить Господу ты ты в своем стремлении угодить Господу останешься и когда замуж выйдешь это первично и пусть каждая сестра каждая девушка каждая женщина разведенная брошенная оставлена понимает что Господь за нее понимает что ты можешь выделить время какой-то год своей жизни как изфирь намазываться маслом ароматами любви Господу потому что действительно последний год у меня был полностью посвящен ему Иисусу Христу потому что я больше не смотрела по сторонам я не примеряла никаких мужчин а может это мой а может это мой и в этом было такое наслаждение удовольствие в общении со святыми и тебе может быть и не нужно будет ждать 10 лет тебе нужно просто принять решение выделить отделиться для Господа Он устроит все в твоей жизни Он даст тебе так много и так отсыпет что ты просто будешь потом благодарить все свои прошлые ошибки все свои падения всех своих бывших мужей и жен и говорить спасибо что вы через вас Бог сформировал такого человека и получил такой подарок встретились мы после того уединения Бог усмотрел нашу встречу в Питере Паша через месяц после уединения ровно через месяц прямо в аэропорту когда я прилетела сделал мне предложение он встречал меня с огромным плакатом там было написано Марина я тебя люблю и у меня не было выбора я приняла это предложение у нас состоялась помолвка и Господь так нас любит что мы даже не ожидали был праздник был в Питере алая паруса 20 минут был салют и все праздновали вечер выпускников но мы знаем что это папочка для нас все устроил после этого мы поехали в Минск и встретились с пастором Андреем и сердечно его благодарили за то что он несет это служение за эти уединения которые стали судьбоносными в нашей жизни я очень радуюсь тому что Бог сделал в моей жизни в нашей жизни и искренне желаю каждому ожидать от Господа верить Господу доверять ему знаете как написано когда люди посоветовались однажды израильский народ начальство и священники и приняли решение неправильное решение приняли и там написано что а у Господа они не попросили поэтому принимайте решение с Господа чтобы это не ваше было чтобы это от него было сейчас вспомнила хочу поблагодарить Господа за всех моих друзей за всех людей которые меня свели с пастырем Андреем это тоже сверхъестественно за тех сестер которые когда я уже отчаивалась и бросала это дело они продолжали говорить давай молиться за мужей мы молились и мы не переставали верить и поблагодарить Бога за то что у нас есть семья у нас есть церковь у нас есть братья и сестры которые поддержат которые выведут когда ты спотыкаешься падаешь отчаешься они тебя поднимут они будут рядом потому что человеку нужен человек будьте счастливы будьте счастливы мы желаем вам счастья